Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Как-то очень незаметно пролетело лето. Осень стучится в двери, и мы с вами обсуждаем план работ на винограднике на сентябрь. Самое основное, что нас ждет в сентябре, это, конечно же, финишная прямая под названием «Битва за урожай». С одной стороны, в сентябре, во всяком случае, в нашем регионе мы собираем большинство урожаев. С другой стороны, сезон достаточно сложный, и сейчас у нас действительно прям вот битва за этот самый урожай, за свои труды. В первую очередь, нам надо защитить виноград от ос и от птиц. Вроде бы ос не так уж и много в этом году, но тем не менее, ягоду они так неплохо подъедают, и чем они опасны. Даже не тем, что они съедят ягоду. Вот у меня ландонуара не ели, они просто съедали всю полностью ягоду, оставалась одна шкурка. Это не страшно. Страшно, когда они подкусали, а потом эта ягода начинает загниваться, заражает остальные. Вот это плохо. С птицами то же самое. Ягодки поклевали, на них прилетели осы. Следовательно, тоже проблема. Что мы можем делать в таком случае? Ну, от птиц это сетка, а то сетка не поможет, а то либо мы ставим отраву. Но, ну, тоже пока она подействует, не всегда это может быть эффективно. Конечно, самое эффективное средство от ос – это одевать защитные мешочки. Вот такие, как здесь. Такие мешочки я шью сама под размер своих гроздей. Часть из них сшита из самого тонкого спонбонда, а часть из старых занавесок. Тогда они воздухопроницаемы. И, конечно, мешочки должны быть гораздо больше по размеру, чем сами грозди. В таком случае там нормальное проветривание и риск загнивания гораздо меньше. Еще в нашем регионе сейчас идут проливные дожди. Вот уже несколько дней дождь идет и идет и идет. Да, на пару часов прекратится, потом опять, потом опять чуть прекратится, опять. То есть осадков выпало я уже не знаю сколько норм. И, конечно, ягода трещит. Да, я вам показывала после проливного дождя, тоже очень сильного, очень обильного ягоду, наверное, недели полторы-две назад. Там было все более-менее. Но сейчас вот после этих затяжных дождей тоже кое-что потрещало. Так, например, есть единичный треск на зигиребе. И если мы оставим такую ягоду, то очень быстро вся грозь загниет. Поэтому оставлять их ни в коем случае нельзя. Надо вырезать. Что с ней делать, можно смотреть по кондиции. Смотрите, сама трещинка, она еще не загнила. То есть ягода нормальная. Если там достаточно сахара, достаточно вкуса, то такие ягоды можно переработать на сок, а потом, например, сделать из них какой-нибудь лукум или черчхелу. Про эти вещи я вам как-нибудь расскажу отдельно. Ну, конечно, если ягода еще не набрала своих кондиций, она еще кислая, она еще не набрала аромата, то такие ягоды мы просто выбрасываем. И точно так же, если, например, ягоды загнившие, ягоды поврежденные, сейчас нам тоже их надо убрать, чтобы они не заражали ягоды остальные. Что касается обработок от гнили, если виноград вот-вот должен созреть, мы уже, в принципе, можем его понемножку кушать, то, конечно, никакие обработки особо мы применить не можем. Можно посмотреть какие-то народные средства. Насколько я помню, может быть, сморганцовка при этом помогает. Но я ничего уже сейчас не использую. Мне, наверное, более-менее повезло. Треск не такой большой, поэтому я ничего делать не буду. Также в сентябре мы с вами работаем на вызревание виноградной лозы. Конечно, если у нас и так лоза хорошо вызревает, ну, вот, например, лоза-узелки, видите, там стоит штатив, то есть понимаете, что это приблизительно метра полтора, здесь уже лоза коричневая, то, конечно, в таком случае ничего абсолютно делать не нужно. Если же у вас лоза совсем зеленая, а вы при этом еще ничего не делали, то самое время заняться тем, чтобы помочь виноградной лозе вызреть. Если уже что-то делали, но пока еще эффект не очень яркий, не очень заметный, то продолжаем это делать. Также ведем профилактическую борьбу с заболеваниями. Понятно, на плодоносящих кустах, если все более-менее нормально, значит, все более-менее нормально. Если плодоносящие кусты болеют, смотрим, какие средства мы можем применить именно на кустах с урожаем. Ну, а, конечно, после съема урожая, обязательно, если кусты болели, проводим такую прям вот искореняющую, хорошую обработку. Берем тяжелую артиллерию, средства, которые хорошо работают и на профилактику, и на лечение, и обязательно их используем. Вот тогда мы уже не боимся ни применения системных препаратов, ничего, потому что, если куст был больной, он на зиму уходит очень ослабленным. И поэтому нам надо максимально постараться убить эту инфекцию. Ну, если у вас все хорошо было, значит, все хорошо, и вам, в принципе, таких мероприятий можно особенно не делать. Ну, профилактическую обработку какую-то после съема урожая все равно я рекомендую провести. Вот основной план работы, который предстоит нам в сентябре. Ну, конечно, самое приятное из этого всего – это съем урожая. Я вам желаю, чтобы он у вас максимально сохранился, и чтобы вы получили от него максимальное удовольствие. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов и награды, и мои контакты. До новых встреч!